мне это больше стало походить на сериал полицейская академия вы смотрели такой я снимаю ну так фиксирую вот это все но это неправильно мужчины ну что вы хотите вы посмотрите полная машина детских вещей я не знаю может переселенка он елочка какая-то они сейчас короче опять обуют короче я не знаю что это происходит люди вот вы хотите вы понимаете что мы так не хотели не хотели зачем это все вы понимаете или нет зачем этот был майдан чтобы вы так не делали сколько людей погибло гибнет дальше а конвейер протоколов по статье 130 не прекращается и не прекратится пока мы сами его не прекратим в данном случае как вы видите доблестные стражи порядка уже разводит разводят девушку на 130 видно что девушка уже просто плачет ну вот такие вот защитники у нас давайте еще немножечко послушаем что же там нес один из этих доблестных стражей вы понимаете что именно как полицейский вы должны это все знать и должны не все не все конкретно конкретно те хотя бы которые касаемо вас и вашей службы знаете я еще смотрю что вы еще такой более менее вменяемый короче ну полиция ну вы шо ну вы не смотрите разве ну посмотрите youtube посмотрите роликов сколько ну как это как люди о вас думают что люди о вас думают как понять или вам тоже на это наплевается как вы дома вообще как вы спите когда вы вот так человека привозите вот невиновного обвиняете как вы живете как вы вы тоже вот так по уставу дома разговариваете или что я уже бывает соромно и я впевненый что когда водеи забирают посвечения обратно если у них ничего не выявила экспертиза мне соромно за цих водеев но они и певни ознаки за это мы мы выясняем и бачим вести данную особу или не вести но бывают випадки что так привезли водя в него ничего по экспертизе не нашло так а зачем подождите я знаю я вам вот этот доблестный полицейский утверждает что случай когда человека привозят к врачу наркологу с признаками наркотического опьянения и он потом оказывается трезвым они единичные и предлагает спросить у самого врача нарколога но вот несколько лет назад мы уже спрашивали вот вы не скажите по практике привозят с подозрением наркотическом как часто подтверждается 4 из 10 говорит врач нарколог оказываются трезвыми ну как бы 4 из 10 это 40 процентов а это говорит что единичные случаи мне кажется что 40 процентов единичные случаи ну это немножко разные понятия да на самом деле их еще больше но об этом я как-то вам в отдельном видео расскажу есть большая интересная тема для отдельного видео хотите я вам покажу ликаря нарколога на петра запорожца который колется петра запорожца есть конечно там есть такое от рощенко он колется а я знаю я уже всех знаю я уже я уже я уже не работа мужики не работа мониторинг мониторинг тоже телефону вам не работают а чья это подождите стойте 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 есть судья дарницкого суда я представляете судья дарницкого суда калигаева которая на баллоне в прошлом году пьяная на автомобиле ауди сбила дерево и въехала в электроопору вот чуть не убила людей а то есть приехала полиция все оформили там ну решили ее право полиция оформила или нет да да оформила и суд ее решил все порядочно да ну ну не знаю ну вроде спротивала полиция ну вроде вроде да ну да как относительно судьи ну не это ж не просто вот барышня а судья а мы ж не знаем нам жирщины поведут нет а там все знают что мы и это и смотрите получается и она дальше судит судит кого да вот таких же как она пьяных она может быть судьей мужики полиция свою работу сделала а подачу не происходит а подачу а подачу а подачу не поставили ой слушайте отпустите ее ну че мы никого не затримаем мы еще а что вы ну выпишите вот ей сейчас вот она откажется ехать что вы какие ваши действия дальше о здоровье охранять охранять мы не автомобиль да автомобиль и может чтобы она не шла кого-то и может и еще простей вариант если мы поднимем если поднимем и не мы видим точные фонари у него есть давление давление я не могу у него есть есть другие которые используются до и он говорит я не не мы извиняем и если он будет если она подписывает результатов экспертизы нету на что же будет складанный протокол а протокол как обычно данный полицейский говорит будет составлен по признакам правонарушения откуда он это взял неизвестно видимо так их учат начинается где 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 в школе полиции это полицейская академия а где вы нас находите вот вам и ответ почему так потому что его как он сам утверждает так научили действовать в школе полиции и тут понимаете либо его плохо учили либо он плохо учился но скорее всего он просто плохо учился там где его плохо учили потому что есть у нас статья 254 кодекса украины об административных правонарушениях и там написано о совершении административного правонарушения составляется протокол то есть протокол составляется по факту правонарушения правонарушения, а не по признакам. Вот если вы даже возьмете протокол, бланк и просто его почитаете. Вот есть графа, там суть административного правонарушения, описание обстоятельств, а потом написано, чем порушив вымоги пункту такого-то ПДД, ПДР. То есть полицейский данным утверждением указывает, что человек, по его мнению, нарушил. То есть излагает обстоятельства, а не по признакам. Потому что получается абсолютно глупость, когда они пишут признаки, тут же пишут, что человек прошел осмотр и тут же пишет, что человек нарушил там, например, пункт 2.9.А. Как? Пункт 2.9.А это управляет состоянием, но если состояние не установлено, то как можно утверждать, что человек нарушил уже данный пункт? Нет оснований. Но вот он этого не знает, он по признакам составляет. Ну как обычно, в принципе. Они подтверждены? Ну еще, потому что нет экспертизы. Ну так или нет? Да. Так а как могут тогда выписаны на ознаки, если они не подтверждены еще? Если Бог в литр видит такие же самые ознаки, что и мы видим, может и другие, может и не видят. Блин, ну это тяжело. Это серьезно. Это тяжело. Да это япония. Это также как, знаете, поведение, которая не отвечает действительности. Есть. Есть. Да. А скажите, яка должна быть поведение, если меня 8 полицейских окружило и вытягивают меня с машины. Бьют, одевают наручники, задувают газом, а потом везут до лекаря. Яка у меня должна быть после этого поведение? А вы же час там длились. Час в протоколе, який указанный час. Водей такой-то керувал ДЗ около 3 часа. Около 3 часа керувал. А при чем тут это? Я говорю, что после таких манипуляций полицейских, как должен человек быть, то есть, как он должен, ну, то есть, ну, я мог бы тоже отказаться так же, но я не отказался. Вот. И мне... Я всем рад же не відмовлятись. Не відмовлятись. Да, но подписывать эту бумагу нельзя. Вы что? Я не знаю, яку самую. То, что было мне показано, что стоит до их роду. Да, да, так, так. А я, знаете, а я вот можу. Я когда вычеркну, я говорю наркологу, что сейчас будет происходить? Якщо вы відмовляетесь, значит, воно... Все, автоматично. О, ну, все. Ну, вот. Ось так. Ось так. Вы навіть призму ще могу не спитайте. Чи вам не треба? Не треба. Ну, хоть жетон снимите. Ну, це ж... Да, по большому счету, фамилия данного чудесного стража закона вообще не имеет никакого значения, потому что они все вот такие. Вот такие. И вы, ну, как бы не обольщаетесь. Даже если вроде бы полицейский ведет себя там корректно, да, сразу вам не грубит, не хамит, не пытается вам запретить вести видеофиксацию, не совершает каких-то вот прямых таких насильственных действий, да, а вроде бы пытается там установить какой-то диалог. Не обольщайтесь. Не обольщайтесь. Если человек, вот конкретно, да, полицейский не знает норм права, он не занимается тем, чем он должен заниматься, да, то есть он не обеспечивает правопорядок, а наоборот, он только лишь разрушает правопорядок. А поскольку все это связано с конкретными людьми в конкретных ситуациях, то вот все вот эти вот его нарушения закона выливаются на нас с вами. Ну, как бы мы, получается, от этого страдаем. И порядка, порядка нет, и мы страдаем. И вот вопрос, нафига вы такие нужны? К сожалению, больше информации по данной ситуации у меня нет. Но если вдруг девушка, которая была вот в этой ситуации, увидит данное видео, либо, возможно, вы знаете данную девушку, свяжитесь со мной, пусть она свяжется со мной, но я попытаюсь ей помочь, если они в итоге там действительно ей понаписывали вот эту вот чушь. И, конечно же, я не доверяю национальной полиции и вам не советую. Субтитры сделал DimaTorzok